2018 год в России объявлен годом Японии. Спектакль «Чайная у дороги» в Театре куклы и люди – это философская сказка в духе японского трехстишей Хокку. Лариса Панина побывала на премьере. Вот и сякла вода в горном источнике. Весь засыпан осенний листвой. Лишь только начнут опадать осенние листья. Лови их рукавами, чтобы не ушиблись. Страна восходящего солнца Япония во все времена была большой загадкой для иностранцев. Прикоснуться к японской культуре Театр куклы и люди задумал давно. В 1997 году Жанна Демихова написала сценарий пьесы «Чайная у дороги». Однако создать спектакль удалось только в этом, в 2018 году, который, к слову, объявлен в России годом Японии. Пьеса написана в жанре Хокку, так называются нерифмованные стихотворения из трех строк и 17 слогов. Действительно, она состоит из трех историй, которые переплетены между собой таким образом, что в результате получается бесконечность. Мы все бесконечны в этом мире. Мы все так или иначе возвращаемся в какую-то точку и из этой точки начинаем следующее движение. Наверное, именно вот это совершенно нелинейное, не наше европейское восприятие мира нам и было интересно. «Чайная у дороги» – место, где останавливаются путники, где за трапезой можно услышать много интересных фантастических историй. Однако, подобно Хокку, историям этим свойственны недоговоренность и восточная мудрость, философская мысль. Они требуют внимания и размышления. Конечно, очень интересный спектакль, отличается от всех, что у них уже есть, с такой совершенно непредсказуемой развязкой. Сказано не все, есть простор для воображения любого зрителя, любых возрастов. Есть повод прийти еще раз, и может быть он уже в другом ракурсе и придет к другим умозаключениям. В рассказах бродяги, художника, слепого певца соединены мирское и духовное, малое и великое, природа и человек, сиюминутность и вечность. Я очень люблю театр «Куклы и люди», я хожу на их все спектакли, и здесь они действительно, их голоса звучали как-то по-особенному. Для меня каждый актер стал другим. Я очень оценила еще костюмы, они повторяли продолжение «Куклы и люди», это было восхитительно. Он начинается с птицы, которая была нарисована, оказывается, эту птицу нарисовали только в конце, то бишь, это какой-то там цикл. Бесконечный? Да, что-то в этом есть, я как бы не до конца прочувствовала, поэтому надо прийти еще раз. Пьеса после 20-летнего ожидания дождалась своего часа и состоялась благодаря встрече с Сергеем Таракановым, одним из самых известных в России художников-кукольников. Он уникальный специалист по созданию деревянных кукол-марионеток сложной конструкции. Работы художника находятся в коллекциях государственных и частных музеев России, Австрии, США, Германии, Новой Зеландии. В спектакле образы кукол сказочные и фантастические. Причем кукол в нем больше, чем драматических актеров. И все они необычны. Нам понадобились куклы, которые могут больше, чем обычно. И очень подробные. Подробные в своих нюансах. Так как вы понимаете, что, скажем, человек, он, особенно итальянцы или русские, говорят, жестикуляции. А в кукле делается один жест, либо такой, либо такой, но который должен весь разговор выдержать. И вот этот весь разговор, ты производишь очень большой отсев вот этих самых жестов и оставляешь какой-то очень отсев. Куклы необычные, просто даже я таких не делал. Первые зрители уже по достоинству оценили постановку. Вот этот театр, вот настолько душевный, просто великолепный. И эта премьера, я считаю, что это очень глубокая. Я думаю, что даже не один раз надо смотреть такой спектакль, чтобы проникнуться. Хотелось что-нибудь японское почитать. Ну, может быть, после этого и захочется. Я не первый раз в этом театре. С каждым разом я больше и больше проникался. И мне становилось все больше и больше интересно. И, как говорится, больше стало нравится. И я посещаю почти каждые премьеры этого театра. 24 марта на сцену театра «Куклы и люди» вновь выйдут таинственные персонажи «Чайные ку-дороги». Лариса Панина, Алексей Буйко, Михаил Жуков, Александр Михайлов. Телекомпания «Лобня». Спасибо.